Эйчар-форум Профессия Эйчар, как таковая, будет очень сильно меняться, конечно, в ближайшие годы и десятилетия. И связано это с тем, что происходит смена поколений, потому что с другими требованиями приходят люди на работу, с другими ожиданиями. И этими ожиданиями, этими людьми нужно все равно будет правильно управлять. Несколько трендов, которые мы сейчас видим как в мире, так и в России. Первый тренд – это диджитализация. Второй тренд – компания все больше внимания уделяет личностному развитию человека. Третий – это развитие компетенции будущего и компетенции, которые не позволят замениться роботом. Это умение коммуницировать, вовлекать людей, это IT-навыки. И это аналитическая работа по просчету разных сценариев событий. По большому счету сотрудник, который счастлив на работе, он прикладывает минимальные усилия для того, чтобы сопротивляться с той средой, которая у него есть. И максимальные усилия, чтобы быть эффективным на работе. И для того, чтобы сотрудник был счастлив, нужно просто соответствовать его ожиданиям. Тенденции, я думаю, их три. Первая тенденция – это такой фокус на развитие сотрудников. Второе – то, что мы сегодня видели на конференции. Очень много вопросов, очень много вызовов с точки зрения IT, с точки зрения автоматизации и соединения IT и HR. И третий блок – все, что касается данных. Анализ данных, их применение в традиционных HR-процедурах, например, в подборе и повышении за счет этого качества. Первая такая основная тенденция, которая идет уже не первый год – это взаимоприношение технологий из смежных отраслей, из маркетинга, из IT, из продаж, в HR. И использование лучших практик, которые есть в этих областях, для того, чтобы максимально эффективно организовать процесс работы с кандидатами, формирование для них интересной и эффективной рабочей среды. Для нас важно людей удерживать и повышать их лояльность по союзной организации. На этом мы и делаем свою основную ставку. И мы понимаем, что человек, который получает достойную заработную плату, который не беспокоится о своем будущем, для него это хорошо, но в современной жизни это недостаточно. Ему нужно предоставлять максимум возможностей для самореализации. Состоялся второй HR-форум РБК и Авиторабота – кадры, инновации и технологии. Обсуждали мы какие-то новые формы взаимодействия между работником и работодателем, которые будут актуальны в этом году. Мы много говорили о новых трендах – это и диджитализация в HR, и новые игры, интеллектуальные программы. Поэтому, на мой взгляд, это, конечно, обязательно для посещения всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова